Программа по благоустройству дворовых территорий стартовала в нашей республике, как и по всей стране, в 2017 году. С тех пор в одном лишь Черкесске удалось значительно преобразить более сотни дворов. В этом году представители партии решили пойти дальше. Они подготовили новые проекты в дополнение уже существующим. Жителям многоквартирных домов помогут в решении системных вопросов, которые касаются сферы ЖКХ. И самая главная наша с вами задача – создать две системы, постараться внедрить две системы. Первая система – это все-таки повышение уровня компетенции и знаний людей через старших домов, вовлекая туда в первую очередь управляющие компании. Здесь нам нужна будет, естественно, помощь госжилнадзора. И вторая система – это система все-таки мотивации людей для сохранения того, что там уже сделано. Для того, чтобы люди были замотивированы на содержание в хорошем состоянии и на улучшение состояния своих дворовых территорий. Прозвучало предложение о создании домовых советов. В них смогут войти активные жильцы. Одна из функций Совета – контролировать, как содержится и ремонтируется общее имущество дома. А также представлять интересы жителей при взаимодействии с управляющей организацией. Именно Совет может донести до коммунальщиков пожелания и рекомендации собственников по текущему ремонту, предложения по благоустройству, помочь организовать общее собрание, распространить важную информацию. К тому же старшие по дому будут наделены полномочиями представлять интересы всех жителей при составлении плана благоустройства дворов. Это позволит более конструктивно вести диалог с чиновниками при обсуждении дизайн-проектов, а не уходить в жаркие дискуссии. Все желания тех жильцов, которые в этих домах живут, надо учитывать. Учесть практически все невозможно. Есть бабушки, которым машины мешают, есть мамочки, детям, которые машины мешают, а есть водители, которые… Детская площадка есть, но они охватывают весь двор. Начинается, я не знаю, с палочек, камешков, потом проблема на машине, кому-то стекло разбили, кому-то капот поцарапали. Вот эти вопросы должны решаться внутри дома, до того, как наши партийные проекты туда придут, и мы должны общаться с теми людьми, которые несут ответственность за решение этого дома. И когда потом приходит исполнительная власть в лице подрядчика и говорит, вот ваш двор, вот ваш проект, а люди говорят, нет, мы не такой давали, мы не такой давали. А когда будет старший, когда будет домовой совет, когда подрядчик и исполнительная власть получат уже от руководства дома или совета дома все, уже не надо будет конкретно с Ивановым, Петровым разговаривать. Мы разговариваем с тем, кто представляет этот дом. Партийцы также считают, что необходимо поощрять жильцов тех домов, которые стараются содержать их в чистоте и порядке. Собственными силами создают уют. На заседании было отмечено, что сейчас, к сожалению, нередко можно увидеть печальную картину. Отремонтированные пару лет назад дворы приходят запустения. Некоторые жильцы не хотят прикладывать даже минимум усилий, чтобы сохранить созданную с таким трудом красоту. Мы будем делать территории, год проходит, все разламывается. Но есть же жители, все видят, кто ломает, когда ломает. Но почему-то у нас такое отношение наплевательское к сохранению тех территорий, в которые вложили огромное средство, город, государство. И оно потихонечку все разламывается. Поэтому будем поощрять те дворовые территории, где содержатся, старшая по домам. А еще было предложено упростить процедуру оформления и подачи документов комиссию по отбору дворовых территорий для благоустройства. Ранее жильцам необходимо было собрать внушительный пакет документов, что, естественно, доставляло им немало хлопот. Хатима Куршева, Ромазан Токов. Итоги недели.